В этом году парк Раздолье отметил свой первый день рождения. Сегодня мы вместе с руководителем дирекции парков Одинцовского округа Оксаной Иртюхиной отправимся вместе с вами в настоящее путешествие. Привет, Оксан. Привет, Маш. Приглашаем всех с нами в путешествие. Пойдемте. Оксана, ну что, мы прошли входную группу. Маш, предлагаю выбрать себе транспорт, потому что территория нашего парка 47 гектар. И просто не пройдешь. Можно пройти, но я думаю, что у нас с тобой будет комфортнее, если мы себе подберем автомобиль мини. Давай. Что ты предпочитаешь? Ну, если я с детьми, то на велосипеде катаюсь. Если с двумя детьми, то беру велосипед, в котором можно поместить двух детей. Ну, тут, кстати, очень удобно для прогулок с маленькими детьми, для прогулок с большими, постарше. Ну, в принципе, можно найти и выбрать транспорт для всей семьи. Ну что, давай, может быть, сделаем небольшой курсочек. Я предлагаю нам автокар. Мы справимся? Конечно. Ну, давай. Пусть ты меня будешь катать или я тебя? Конечно. Я тебя буду катать и показывать нашу. Наш прекрасный парк. Ну что, поехали? Поехали, Маш. Очень удобно, кстати, транспорт для посетителей. Едешь, все видишь, дышишь свежим воздухом. Всех видишь. И все локации. Оксан, каким был этот год? Этот год был, Маш, насыщенным. Это был первый год парка Раздолье. Соответственно, мы вместе с нашими посетителями и нашей командой встретили первую осень, первую зимушку, которая была в этом году не морозная. Но при этом в парке был каток, горка. Несмотря на то, что была теплая зима, практически отсутствовал снег, но вот в парке Раздолье было по-настоящему зимнее. Да, нам удалось создать зимнюю сказку. Я считаю, что это прям гордость нашего Одинцовского городского округа этот каток был. Причем каток был бесплатный. Да, каток был бесплатный. И вся инфраструктура нам удалось создать такую прям зимнюю сказку и радовать наших посетителей, и детей, и взрослых. Это, кстати, большой труд. Я могу даже признаться, что я просто сделалась, когда фигуристы выступали на открытии катка на нашем катке, потому что больших трудов стоило наморозить. Но я не могу сказать, что практически вот все эти зимние, так скажем, месяцы, да, соцсети всех наших жителей и гостей нашего прекрасного муниципалитета просто пестрели кадрами, фотографиями с Раздолье, потому что это действительно было центром притяжения. И за этот год парк, честно, приобрел популярность и, самое главное, завоевал любовь. Да, ты права, у нас ежедневно парк посещают около 1500-2000 человек. И если сравнивать прошлое лето и это лето, то, конечно, в парке намного больше посетителей, очень много семей с детьми, потому что наша гордость – это детская площадка большая. Мы как раз проезжаем под парк. Да, это такая точка притяжения в парке, потому что площадка располагает несколькими зонами. Есть зоны для деток постарше, есть зоны для малышей, что очень удобно для мам. Я как мама, опять же, могу сказать, удобно для мам, что и старший ребенок играет, и маленький ребенок. Все под присмотром, все безопасно. Это очень классное сочетание. С одной стороны, ты руководитель парка, с другой стороны, ты мама трех очаровательных сценарий. И ты, как никто другой, знаешь, где есть те самые острые углы, где может ожидать опасность. А с учетом того, как много было проведено мероприятий, когда ты еще возглавляла и возглавляешь организацию супермамочки, как мамочки выходили, тестировали детские площадки, писали замечания. То есть вот как раз таки вот эти все навыки пригодились здесь. Да, бесспорно весь опыт моего материнства теперь очень хорошо сочетается с руководством наших парковых территорий. Вот хороший пример, да, площадка воркаут, где мама может тренироваться, а ребенок может быть рядом и тоже под присмотром. В парке безопасно, в парке есть система видеонаблюдения, то есть камера направлена на все точки протяжения посетителей, а также в парке есть система связи с службой безопасности, то есть у нас бывает на выходных днях теряются детки. Все очень быстро можно решить через службу безопасности. Двигаемся к нашей гордости. Самый протяженный веревочный парк в Подмосковье находится у нас, в нашем парке Раздолье. И нам очень приятно, что приезжают в наш парк посетители не только с нашего Одинсоцкого округа, но и с других муниципалитетов. Все сбудется. Да, обязательно все сбудется. Вот в этом месте нужно срочно нагадывать, сжимать. Да, сфотографироваться. И сфотографироваться, выложить с хэштегом и загадать желание, но обязательно сбудется. Оксана гарантирует. Видите, если что придет, спросим. У нас еще такая гордость появилась. Мы использовали рисунки детей. Художница нарисовала эти интересные таблички. Они теперь по всему парку располагаются. Мы предупреждаем о том, что в парке есть комарики, в парке есть чехолки. На борцы. Да, просим не ходить по газонам, бережно относиться к природе. И очень приятно, когда мы видим, что с этими табличками... Нужно понимать, несмотря на то, что это, с одной стороны, благоустроенный, комфортный парк, а с другой стороны, это все-таки лесной массив, который вот здесь действительно удалось сохранить. И, конечно же, всю эту фауну и флору практически в кровозданном виде. И хочу отметить, что эта территория особо охраняемая. Здесь нельзя проводить нехимическую обработку леса. Здесь есть деревья и растения, которые находятся в Красной книге. То есть, да, очень важно, что все удалось сохранить. Эти многовековые сосны, под которыми гулять неприятно дышать воздухом. Особенно в те дни, с которыми наша страна столкнулась в этом году. Ну что, мы, собственно, подъехали к веревочному парку. Вот здесь он начинается. Не хочешь, Маша, попробовать подняться? Я бы с удовольствием. Подняться, наверное. Ну, вот позволите мне? Ну, хотя бы просто на самую точку верхнюю вместе с оператором. Маша, это самый большой Норвий парк в Подмосковье. Огромный. И, безусловно, это наша гордость. В этом парке несколько трасс. Трассы для детей, для любителей, для спортсменов. Это совсем для малышей. Это, конечно, для малышей. Это открытая зона. Да, открытая зона. Она не требует страховки, инструктажа. Потому что перед входом на любую трассу необходимо пройти инструктаж. Необходимо одеть специальное оборудование. И наши трассы безопасны. Потому что на протяжении всего маршрута карабин не снимается. То есть страховка не переключается. Она идет на протяжении всего маршрута. Если посмотреть наверх, то многие трассы очень высоко находятся. Очень высоко. Мне кажется, это для тех, кто любит адреналий. Экстрим. Экстрим. Прям вот, чтобы холодок по спине бежал. Но вот это сочетание с природой, такое единение. Я, честно говоря, не была еще на наших трассах. Но обязательно хочу это попробовать. Я вижу эмоции наших посетителей. Я вижу, что всем нравится. Очень много гостей в выходные дни. Это наша гордость. Ну что, мы поднялись на самую высокую точку, да? Прям, честно, дух захватывает. Да, с этой точки можно увидеть все трассы нашего Норви-парка. Протяженность его около двух километров. И обращаю внимание, что на многих препятствиях и на многих этапах есть подход инструктора. То есть бывают случаи, когда посетители не могут дальше идти. Посетители просто не рассчитывают, да, свои силы. Да, поэтому инструктора всегда здесь, в парке и готовы помочь. В общем, приглашаем всех в наш Норви-парк. Потому что действительно интересное увлечение и ощущение. Мы пока с тобой не готовы. Вот мы даже сюда поднимались, да, и поняли, что мы пока не готовы. Ну, может быть, пройдет время. Или мы начнем с первого уровня. С детского. С детского, да. С самого детского. Ну что, отправляемся дальше? Да. Маш, приглашаю тебя в локацию нашего парка для активного вида спорта. Это наша гордость. Спам-трек и рампа. С удовольствием. Ну, давай теперь я тебя покатаю. Давай. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Если у тебя будет получаться, обращай внимание. Я боюсь, что мы так зависим. Не, очень красиво, конечно. Небо голубое, солнышко проскальзывает. Ну, не так просто на нем рулить. Я не знаю, как-то ты быстро ехал. У меня так быстро не получается. Это, может быть, вопрос привычки. Ну, ты правильно сказала, что вот парк, действительно, парк Кроздолье как место силы. И природа, и воздух. А с другой стороны, и активный, в общем-то, тоже высок здесь есть. Да, у нас две волейбольных площадки, две площадки для бомбинтона, памп-трек, ну, Норвий Парк, само собой, это вообще не обсуждается, и рампа. Но, в любом случае, есть очень много посетителей, которые хотят побыть в тишине, почитать книгу, кто-то, например, изучает английский, здесь одевает наушники. И вот как раз по той части, по которой мы сейчас с вами едем, это более спокойная, умиротворенная. Здесь полное единение с природой, здесь можно побыть наедине друг с другом. Я наблюдаю даже иногда, что люди на лавочках спят, слушают пение птиц, любуются прекрасными видами. Встретила своего знакомого здесь, на нашем декинге, обязательно вам покажу его. Он одел наушники, я говорю, а ты почему здесь один гуляешь? Он говорит, я изучаю английский. Действительно, я задумывалась о том, что шанс встретить именно в этой части парка знакомых очень маленький, наоборот. В центральной части парка больше шансов встретить знакомых. Это уже проверено личным опытом. А здесь гуляют небольшое количество людей, и поэтому... Очень любят мамы с колясками сюда уходить. Здесь тишина. Можно дать ребенку поспать. А мама может как раз-таки почитать. Или попить кофе, что очень важно для мам. Ну что, мы подъезжаем к Рампе? Да. Популярное место среди молодежи. На выходных, конечно, здесь огромное количество ребят, которые увлекаются экстремальными видами спорта. Приезжают к нам из Москвы, тренируются, проводят обучение. Если говорить о коллективе, тебе вот честно повезло с ребятами, которые помогают тебе весь этот год и помогали продолжают работать в парке? Маша, у нас отличная команда. Учитывая то, что большая часть команды работает в любое время года и в любых погодных условиях, это очень важно. Конечно, не бывает без замечаний, но не всегда все идеально. Но команда у нас очень хорошая. Вот наш памп-трек. Тоже здесь детки, у нас малыши катаются всегда на беговелах, самокатах. Конечно, если бы мы с вами были в выходной день, здесь бы было очень много людей. Ну, кстати, даже для буднего дня, вот сейчас обед, людей тоже немало. Причем на разных локациях абсолютно разной направленности. Кто-то занимается спортом, кто-то просто гуляет с ребенком, кто-то оттачивает свое мастерство. Наша сцена. Ждем, когда будут сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий. Хочется, чтобы, конечно, на сцене возобновились наши концерты, выступления наших юных талантов, нашего округа и не только. Но гости парка, я думаю, помнят прекрасно, как в прошлом году, после того, как парк был открыт, практически каждый день, я уже даже не говорю про выходные. Выходные – это была просто какая-то очень насыщенная программа. И постоянно проводились и спектакли, и различные мастер-классы, и мероприятия. То есть, ну, прям было очень-очень весело. Да, за этот год мы провели более трех тысяч мероприятий, и большая часть мероприятий пришлась еще на период нашей пандемии. Мы перешли полностью в онлайн-формат. Наши пустители его оценили. Кстати, вот я не зря здесь остановилась. Вот смотри, табличка на ней написана. Место, где сбываются мечты. Можно обнять, но нельзя залазить. Поэтому, Маша, я предлагаю тебе загадать желание и пойти обнимать гордость нашего парка. С удовольствием. Тут у нас золотые олени, золотые медведи, но идем к олене. Он мне очень нравится. Сейчас я подумаю. Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Испомнишь? Давай обниматься. Приезжайте в парк Раздолье, приходите на эту площадку, загадывайте мечты. И они обязательно исполнятся. Правда, Оксана? Да, мы обещаем. Обещаем, обещаем, обещаем. У нас все сбудется, мечты исполнятся. Ну что, отправляемся дальше? Да. А вы с нами. Прекрасно. У тебя работа, Оксана? Кататься. Ну, мы-то видим все, что на поверхности, но на самом деле за всем этим, за всей этой красотой стоит огромный труд большого коллектива. Ну, я думаю, что многим знакома эта территория. Здесь зимой был каток, который пользовался популярностью. Сейчас это мото-сити. Да, это наш автогородок. Но уже с середины октября мы эту зону начнем готовить для зимы. И в этом году учтем все наши небольшие ошибки. Сделаем зону зимнего отдыха более комфортной для пустителей. Ну, а здесь зона фудкорта. Здесь можно попробовать чешский трындельник, вкусное кофе, блинчики, вегетарианские блюда и знаменитые хот-доги. Так что, Маш, я предлагаю вам попробовать кофе. По-чашески кофе? О планах на будущее? Да. И какую-нибудь вкусняшку обязательно для того, чтобы поднять настроение. Пойдем. Маш, ну что ж, вкусный кофе. Лата с лавандой. Будем пробовать. Очень вкусно, рекомендуем. Ну, и чего-нибудь сладенького? Да, Маш, предлагаю попробовать чешский трындельник, который есть. С удовольствием. На нашей зоне фудкорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам с орешками. С орешками? Да. Аромат невероятный. Жаль, камера его не передает, но пахнет очень вкусно, да. Я представляю, когда зимой тут покатавшись на катке все такие розовые щеки подходят за кофе с трындельниками, то это, наверное, пользуется популярностью. Что самое важное, что можно приехать ребенком на весь день. Есть где перекусить, есть где отдохнуть, есть где и спортом позаниматься, и интересно время провести. Самое важное, что вся семья будет довольна. И папа, и мама, и дети. И бабушки, и дедушки даже. Да. Ну что, в одной руке у меня трындельник чешский, в другой латы с лавандой. Отправляемся дальше. Так, хочу подчеркнуть еще раз, что в парке Раздолье можно провести время с семьей, приехать на целый день. Потому что здесь есть и где покормить своих детей, и угодить вкусовым качествам и папы, и мамы, и бабушек. С пользой провести время, позаниматься спортом, покататься на велосипеде, погулять по прекрасным лесным тропинкам. Поэтому приглашаем всех в парк Раздолье. Оксана, ну что, наше путешествие по парку Раздолье подходит к своему завершению. Безусловно, даже в рамках сегодняшнего дня очень сложно сразу охватить все. Мне кажется, те зоны, до которых мы с тобой не доехали, не дошли, это такая маленькая интрига для наших телезрителей, для тех, кто сам решит познакомиться с этим парком, кто еще не успел с ним познакомиться. Хотя я думаю, что таких практически не осталось в нашем округе уж точно. Но есть гости, которые впервые только планируют приехать в Раздолье. Я думаю, что для них это будет такой приятный сюрприз изучить, походить по этим дорожкам. Возьмите обязательно с собой книгу, берите детей, причем разного возраста. Потому что здесь, в парке, локации устроены таким образом, что каждый найдет себе занятие по душе. И действительно, никто друг другу мешать не будет. Приглашаем всех в наш парк Раздолье. Будем рады вас видеть. Следите за нами в Инстаграм, на нашем сайте. Всех ждем. Впереди у вас много интересного, много ярких проектов. В завершении нашей программы прямо пару слов. Первый день рождения позади. Что впереди? Впереди фестиваль «Русская Раздолье». Это наш традиционный детский фестиваль. Очень надеемся, что не будет никаких дополнительных ограничений. Мы его проведем. Впереди зимний сезон. Ждем. Мы готовим зону катка, горку. И я очень надеюсь, что в этом году зима будет снежная. И мы наконец-таки покатаемся на лыжах по нашему парку. Ну, я тогда предлагаю, так как мы сделали летнюю экскурсию, давай договоримся, что мы обязательно встретимся зимой. И также пройдемся или прокатимся по парку на лыжах. Да, приглашаем всех в любое время года. В нашем парке очень красиво и комфортно. Спасибо тебе большое. Вдох выдох. Но мы отправляемся дальше. Спасибо. Да, до встречи. Еще раз с днем рождения. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. И не забудьте, вас ждут в парке Раздолье. Пока.